Севастополь Сергей Миняйло Сергей Миняйло Сергей Миняйло Сергей Миняйло Сергей Миняйло Сергей Миняйло Вегу необходимо взять под оперативное управление, для того, чтобы не было перебоев со свечи. Напомним, в настоящее время услугами оператора Вега в Севастополе пользуются порядка 20 тысяч абонентов. Кадровые назначения в контрольно-счетной палате, функции органы. Закон об общественной палате города и распределении бюджетных средств. Такие темы стали основными на очередной сессии Законодательного собрания Севастополя. Светослав Данилов подробнее. Две кандидатуры на должность главы контрольно-счетной палаты рассмотрели народные избранники на сессии. Первая из них – Елена Волкова. Сейчас она занимает пост начальника управления государственного финансового контроля Севастополя. Второй претендент – Денис Костышин, кандидат от депутатского корпуса. После процедуры тайного голосования все 20 народных избранников единогласно выбирают Дениса Костышина. Количество голосов поданных за Костышина Дениса Юрьевича 20, Волкову Елену Анатольевну нет. Решили в соответствии со статьей 6 Закона города Севастополя от 10 июля 2014 года номер 36 о контрольно-счетной палате города Севастополя определить кандидатуру для назначения на должность председателя контрольно-счетной палаты города Севастополя Костышина Дениса Юрьевича. Прозрачность деятельности – один из основных принципов работы контрольно-счетной палаты, уверен Денис Костышин. Ужесточение контроля за расходами средств, госзакупками являются приоритетными задачами. Председатель видит два первоочередных направления деятельности – контрольно-ревизионное и экспертно-аналитическое. Осуществление контроля за своевременным исполнением доходных расходных статей бюджетов города, бюджетов территориальных, государственных и бюджетных фондов Севастополя, а также его муниципальных образований по объемам, структуре, целевому назначению, определение эффективности и целесообразности расходов, экспертизу проектов закона о городском бюджете и проектов законов о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя, финансово-экономическую экспертизу проектов законов законодательного собрания и нормативно-правовых актов органов государственной власти. Далее депутаты рассмотрели проект закона об Общественной палате города. Народные избранники отмечают важность и необходимость создания подобного органа. Люди, которые смогут выражать чаяние и мнение народа, Общественная палата позволит не только с нашей стороны видеть проблемы города, но и, может быть, с той стороны, которую сейчас пытаются до нас донести на наших приемах. Общественная палата будет работать в течение трех лет в своем первоначальном составе. Депутаты приняли закон в первом чтении, но в правительстве города настоялись на внесении поправок в документ. Их должны внести до 18 февраля. На совещании, которые проводит Департамент промышленности и сельского хозяйства, будут рассмотрены вопросы региональных программ, которые разработаны полностью в соответствии с федеральными программами по поддержанию сельского хозяйства. Это программа устойчивого развития сельских территорий, программа развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Эти программы направлены на поддержание сельхозпроизводителей всех форм собственности, фермерских хозяйств и предусматривают широкий спектр финансовых инструментов. Это субсидии, это гранты, это безвозмездная помощь как фермерским хозяйствам, так и предприятиям сельхозпроизводителям всех форм собственности. Что нужно сделать, чтобы сократить очереди за паспортами? Во вторник губернатор Севастополя Сергей Миняйло заслушал предложение Федеральной миграционной службы. Из доклада следует, 316 тысяч документов в Севастополе уже выдано, еще 10 тысяч человек через суд доказали факт проживания в городе, а 17 тысяч заявок на стадии рассмотрения. Кроме того, Федеральная миграционная служба прогнозирует очереди за определением гражданства детей, родители которых рассчитывают получить материнский капитал. Всего же ожидается до 17 тысяч заявок, из которых 2 тысячи документов уже обработано. На сегодняшний день эта очередь существует. Мы расписали ее до июня месяца. Средний прием в неделю мы до 450 человек принимаем. Существует еще одна проблема на сегодняшний день, с которой мы неожиданно столкнулись. Это определение гражданства детям. То есть первоочередная проблема – это те дети, родители которых претендуют на получение материнского капитала. По нашим сведениям, это тоже около 17 тысяч где-то человек. Это проблема на самом деле. Мы планируем ее тоже разрешить. Что еще необходимо сделать, чтобы вы смогли нормально организовать работу, для того, чтобы снять социальную напряженность? На сегодняшний день нам бы помогло в работе, если бы на какое-то время были прикомандированы сотрудники, которые бы занимались непосредственно направлением принятия документов по гражданству детей. Подготовьте, пожалуйста, все необходимые предложения, по которым надо принять решение, начиная от уровня субъекта Российской Федерации, вашего ведомства, заканчивая правительством Российской Федерации, для того, чтобы организовать работу, снять социальную напряженность и упорядочить эту работу. Срок сегодня? Сегодня. Завтра, подчеркиваю, завтра совещание в правительстве Российской Федерации. Эти вопросы я буду поднимать. Кроме того, Сергей Миняйло порекомендовал сотрудникам Федеральной миграционной службы более активно вести разъяснительную работу и принимать все меры для того, чтобы люди своевременно получали документы. Если эти меры не будут приняты, значит, будут соответствующие выводы. Самое главное, подчеркиваю, не должны страдать кто? Севастопольцы. Севастополь входит в десятку городов России. Где влюбленные хотели бы отметить День Святого Валентина. Рейтинг составил один из популярных сайтов бронирования отелей. Пока что самый большой наплыв отдыхающих 14 февраля ждет Санкт-Петербург. Также в тройке лидеров Москва и Сочи. Замыкает десятку Севастополь. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Мы продолжаем дальше. И во Дворце детского и юношеского творчества завершился финальный этап игры «Смайлик». В конкурсе участвовали ученики вторых-четвертых классов. Среди всех школ Севастополя в финал вышли только 12. Ребята представили свои презентации и ответили на вопросы исторической и музыкальной викторин. После всех испытаний определили победителя. Лучшей стала команда «Дружба» гимназии номер 2. Здесь они и играют и эстафеты, и викторины. Также познавательные какие-то игры, музыкальные игры. Дети очень любят эту игру и непременно приходят принять участие в ней. Жалко, что не все выходят в финал, но тем не менее в финале лучшие из лучших. Телефон редакции 5541-22. Я с вами не прощаюсь. До встречи в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова